Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, поехали на стрелы. Антон, ну ты же сам катаешься без тормоза. Зачем он нужен вообще? Я вот, например, на Икзе себе вообще никогда не поставлю на парус. Ага, еще всю жизнь будешь слушать одну и ту же музыкальную группу и на том же самом Вельке до старости гонять? Как ты узнал? Я тоже был ребенком. На, держи, поехали. Для начала проверили, легко ли ходит тросик в рубашке, потому что рубашка могла загрязниться, сам тросик мог разлохматиться. Если это произошло, то тросик нужно обрезать в месте, где он разлохматился до того момента, пока не начнется нормальная поверхность. Если загрязнилась сама рубашка, то нужно будет вынуть тросик из нее, попшикать немножко смазки на рубашку. Ну, естественно, трос очистит от грязи и попшикает немножко смазки, ну, может, тефлона, который мы взяли, болтает, попрыскать на сам тросик. После этого он будет ходить в рубашке намного лучше. После того, как разобрался с тросиком и рубашкой, нужно настроить машинку тормозную. Там две колодки в механическом тормозе. И в этом, собственно, весь геморрой в том, что одна колодка неподвижная, а вторая подвижная. И из-за этого по мере стирания колодок тормоз начинает постоянно расстраиваться. Тебе нужно постоянно подтягивать тросик, чтобы ход тормозной ручки не увеличивался. И подстраивать неподвижную тормозную колодку, потому что она стирается и остается на месте. И при торможении ты постоянно изгибаешь тормозной диск в сторону этой неподвижной колодки. По сути, на этом все проблемы и заканчиваются. Но есть и еще один нюанс, который бывает в достаточно редких случаях. Это загрязнение и искривление самого тормозного диска. Помимо того, что на тормозном диске время-тремень раскручиваются болты, и нужно за ним следить, на него может попасть какая-то грязь, и кто-то может на него какую-то жидкость пролить, написать на него, там, собака, кошка. Вот. И в таком случае он нужно будет обезжирить, там, каким-то white spirit. Если он кривой, то все происходит по тому же принципу, что и восьмерка на колесе. Ротор чуть-чуть загнет в одну сторону и вжигает об колодку. Плохой накат, плохое торможение. Нужно вычислить то место, где оно трется, и тормозной диск трется в колодку, и посадь движами, выгнуть чуть-чуть, применив совсем небольшое усилие, выгнуть в обратную сторону. Вот и все. После того, как ты снимал тормозную машинку, колодки идеально ровно не встанут. Они будут не параллельны ротору. Чтобы эту проблему решить, нужно расслабить болты, которые соединяют машинку и адаптер, зажать тормозную ручку и ее, не отпуская, закрутить эти болты. И теперь колодки будут параллельны к диску. Давай, закручивай болты. Я вот все равно не понимаю, но зачем настраивать тормоз? Да зачем, да зачем, господи, заладил. Стой здесь, жди, сейчас я приду. Ладно. Антон Степанов. Антон Степанов, я хотел сказать, что я снимал тебя для хейтера. Антон Степанов, я снимал тебя для... Что говоришь? Антон Степанов, я вчера смотрел видео с Симоном Бараком, он там без тормоза катался. Ага, еще он часто на курине катается. Какая разница, что делает человек, ни тормоза там, ни трава, ни еще какая-то хрень не делает тебя тобой, только поступки делают в личности. Все остальное это просто атрибуты. Короче, держи, это тебе надоело на поводу этого хейтера долбанного бегать. Соберешь на ней велик, это моя рама. Да как же так? У меня с ней даже проходы не дадут, да... Бери, бери. Я не могу. Да почему? Ну, Антон Степанов, я не могу. Следующее задание. Заклейте камеру. Совсем, походу, фантазия у чувака сдулась. Ладно, скоро разберемся, найдем твой бак, я тебе реально это обещаю. Пойдем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...